Добрый вечер, в эфире программа «Право голоса», я Наталья Медлина. Президент Дмитрий Медведев предложил создать в России общественное телевидение. Он попросил подготовить ему материалы и предложения о создании телеканала уже к марту. А в обществе, тем временем, разразилась дискуссия на тему, а нужен ли вообще зрителю такой канал? И возможно ли реально независимое телевидение в сегодняшнее время? Вот об этом мы и поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Витальевич, «Право голоса» вам. Что имел в виду президент Медведев не как президент, а как гражданин? Что ему сегодня, как гражданину, не хватает от телевизионного контента? Ведь если мы включим телевизор, если есть антенна, то 700 каналов на любой вкус, на любой цвет и так далее. Чего не хватает? Можно я отвечать себе, а не от президента Медведева, тем более, что он мне таких подномочий точно не давал. Я считаю, что общественное телевидение создать можно очень быстро, как многое в нашей стране. Достаточно указа президента и далее все заработает. Другое дело, как его будет качество, это общественное телевидение. При всем разнообразии наших основных, там, 100 кнопок, 1000 кнопок, это все для отлукава. Никто до 999-й не добирается из массовой аудитории. А основные федеральные каналы, которые смотрят большинство населения страны, действительно, тут доминирует государственное, хорошее или плохое, другой вопрос. Официальная точка зрения, по крайней мере, по поводу политических событий, часто по поводу культурных, кстати. Вот в этом смысле разнообразие, безусловно, не достает. И плюс, конечно, голос общества, на наших каналах звучат голоса активной части верхнего слоя общества, то, что раньше называлось интеллигенция, сейчас называется тусовка. А вот самого голоса общества, другое дело, как его представить, через кого, конечно, звучит мало. Так что я за эту идею полностью. Елена Константиновна, вы на правой стороне, что вас смущает в этой идее? Это, можно сказать, условно, телевидение мечты. Мечтать не вредно. Мы сейчас можем снова все вместе помечтать и про голос общественности, и про независимые суперправдивые новости. Мы не обсуждаем только самого главного. Это экономическую модель. Чем это телевидение, этот канал будет отличаться с точки зрения финансирования от уже существующих. Значит, общественное телевидение, это то телевидение, за которое платит, собственно, каждый гражданин. И вот в этой квитанции, которую у нас каждый получает, там написано газ, свет, мусоропровод, появится, как раньше было, помните, такое радио, да? Вот так же мы теперь будем платить за телевидение. Главный вопрос. За радио не хотят, кстати. Да, за радио не хотят, и у нас уже нету проводного радио, к сожалению, глубокому. Но плата осталась. Короче, плата осталась. Короче говоря, готово ли население вот в этот квиточек внести еще одну графу и ее оплачивать? Это вопрос номер один. Понятно, я думаю, без осуждения, что население, конечно, вряд ли готово. Есть второй вариант модели. Деньги возьмутся как бы откуда-то, как бы из воздуха. Значит, из воздуха это из бюджета. Из бюджета, значит, деньги государственные замечательно тоже. Но такие каналы у нас уже есть. У нас уже есть ВГДРК. Значит, речь идет о том, конкретно, что нужно создать еще один государственный канал ВГДРК, который с какого-то перепуга будет независимый и, в отличие от уже существующего, будет вещать какими-то особенно правдивыми новостями. Вот. Это радикальный вопрос. Почему? По существу, если уже говорить, сегодня вообще нет вопросов носителей. Сегодня носителем является мобильный телефон. Сегодня носителем является реклама на улице. Носители выше головы. Вопрос контенте. Почему? Для того, чтобы удовлетворить спрос населения, о чем справедливо, совершенно, только что мы слышали, значит, это выступление, абсолютно справедливо, чтобы удовлетворить этот спрос, нужно создавать новый носитель. Зачем? Вот я хотела бы зацепиться за телевидение мечты. А в 91-й год это не было телевидение мечты? Ну, пытались мы вместе с тогдашним первым секретарем Союза журналистов СССР Эдуардом Сагалаем, хотели-то такое сделать. Но тогда все делились, а не собирались. Ну, а теперь я хотел бы сказать, что, конечно, никакой не телевидение мечты. Независимое телевидение создают независимые люди, которые сами внутри себя независимые, которые получают для этого возможность. По поводу квитанции, да, существует такая модель в Великобритании, но в Германии существует другая модель, где существует вполне набюджетное телевидение. И, на мой взгляд, надо оставить разговоры о том, надо, не надо, надо заняться конкретным делом, как это сделать. И здесь для этого существуют сегодня все законодательные документы. Я хотел бы чуть-чуть то, что Виталий Тович сказал. Что у нас не представлено? У нас не представлено гражданское общество. Мы видим гламурную тусовку, но не видим в телевидении подлинных героев гражданского общества. Вот. Хорошо. Вас интересует конкретно. Конкретно. Вот конкретно. Прямой эфир с Болотной площади вы хотите? Нет. Вот как раз нет. Я хочу рассказа о том, как священник создал хоспис для детей. Можете себе представить? И это реальный подвиг веры и подвиг гражданского общества. Это прекрасная история, которая могла бы найти свое отражение в документальном вещании в ЭГТРК, Первого канала, ТВ-центра. Не говоря уже о звезде. Это нужно, чтобы гражданское общество заговорило с гражданским обществом. Я представитель комиссии Палата Ватронова по этим сюжетам. И поэтому должны быть и в руководстве этого непривычные люди, которые привыкли делить эфир, а начали бы показывать, что существуют герои, реальные герои гражданского общества. Та же самые люди, которые без денег идут в Южную Осетию и так далее. Вот если бы... Гражданское общество это такой манок. Все, что... Нет, это не манок, извини меня. Виталик, это у тебя манок. Гражданин в армии воспитывается. Нет, извини меня. Гражданин воспитывается ответственными делами в своем подъезде, воспитывается тем, что ухаживает за болезнями, контролирует за вороватым государством. Значит, если бы вы когда-нибудь сидели на месте руководителя канала, вы бы хорошо себе представляли, как формируется сетка. И огромное количество людей, блестящих журналистов, репортеров пыталось создавать программы о маленьких людях. Эти программы вылетали, как пробки из бутылки, из сеток, потому что никто не смотрел это. Что вы хотите меня сегодня заставить платить 46 рублей за то, что я смотреть не хочу? Извините, я вас сегодня за это уже платят. Так, мы это понимаем. Да, в бюджете эти деньги есть. И как только идут разговоры о маленьких людях, да, рекламу под это не дают, но смотрят это с огромным удовольствием. Хорошо, Павел Николаевич, что вас смущает? Мы просто все очень встали от государственного телевидения, чисто государственного телевидения. Поэтому мы мечтаем, что вот появится некое другое телевидение, которое сразу же, так сказать, займет все наши умы. Почему все? 90% всех программ, которые сегодня идут по государственному телевидению, это темы общественного телевидения. Вот сегодняшний наш разговор... Это общественное телевидение? Это общественное телевидение. Потому что сегодняшняя наша программа, вы ее посмотрите, практически ничего вырезано не будет. Мы все здесь. Все, что мы говорим, все там будет. Чем это не общественное телевидение? Подождите, я вас хочу спросить. Вот мы все равно возвращаемся к позиции Елены Константиновны о том, что первичные деньги... Я как налогоплательщик содержу 4 канала. Я очень извиняюсь, но я содержу, ведь ВГТРК, я же содержу, оно питается из бюджета федерального. Она еще и зарабатывает очень много на рекламе. Ну, хорошо, ладно, но все равно, я копейку, копейку, я плачу, плачу. Да, совершенно верно. За ТВ-центр я плачу, плачу. Московское правительство финансирует. Да, совершенно верно. Первый канал, 51% акций, а государство, плачу. Да. Звезда Минобороны, плачу. Дело в том, что... Что это? Очень все просто, на мой взгляд. Дело в том, что вообще не надо бояться государственных денег, потому что это наши деньги. Хорошо. Вас внущает присутствие наличия властных рекомендаций? Вот это вы хотите убрать? Они так или иначе будут всегда рекомендации, потому что власть не может не рекомендовать. Власть всегда будет рекомендовать. Даже существует ведь у нас агентство по, так сказать, рекомендациям. Давайте мы еще один канал сейчас издадим. Назовем его общественный. И все равно там будет власть. По коммуникации. Дело в том, что, понимаете, брать деньги сегодня за общественное телевидение, это абсолютно тупиковая идея с населения. У бюджета есть деньги, и эти деньги можно использовать, передав их, создав некий фонд. В этот фонд пойдут какие-то люди, которые будут распределять эти деньги в общественном телевидении, но они не имеют по структуре и по правилам этого фонда вмешиваться. Я цепляю вашу мысль. Смотрите, Михаил Александрович, разве сегодня у нас в эфире на многих каналах не появляется титр «Программа подготовлена при содействии Федерального агентства «Трали Вали». Мы понимаем, что это важное для общества. Может быть, не рейтинговое, а важное программ. Я считаю, что у нас, если говорить о профессионализме, великолепное телевидение. Лучше, чем мировое. Как оно делается, вот его делают выдающиеся профессионалы. Это при этом, при этом не составит за скобками, что они производят. Как-то странно, вот делают в нестачайшем смысле профессионально, а вот когда говорят, что, в результате возникает вопрос. Я не соглашусь с Витальем Тойвичем в том, что люди не доходят до 990. Я, например, все время, каждый вечер гуляю по каналам и должен сказать, что у нас есть сейчас замечательные каналы. И, в общем-то, от ностальгии до дождя, от первого канала до пятого. Каждый человек, то есть даже из тех четырех каналов, за которые вы, Наташа, платите, даже если только эти четыре кнопки, вы на одной из этих кнопок каждый вечер что-то себе найдете. Значит, в этом смысле экономическая часть меня меньше беспокоит. Меня беспокоит, я считаю, что общественное телевидение, это вот, мы должны говорить о том, что там должно быть. И вот здесь есть много разных мировых примеров. Есть американский пример PBS, это такой, кому-то, то есть, вы знаете, как ни парадоксально, это общественное телевидение может оказаться скучным каналом, но ничего в этом страшного нет. Это ничего страшного нет, это канал диалога. Это даже, я бы не хотел, чтобы его рассматривали, как некий еще один телевизионный канал, куда будет называться канал общественного телевидения. Я закончил, Наташа. Это должен быть институт, много раз сегодня упомянутого, гражданского общества. Это будет новый институт, институт диалога общества и власти, разных частей общества между собой. Это должен быть институт общения, а уже последний очень развлекательный. При минимум аудитории. Подождите. Это вопрос выбора кнопки. Пашенька, это если я, вот я, например, в Америке очень люблю смотреть PBS. В реальности, когда приезжают, то я смотрю не стрелялки, а вот мне он близок, мне он интересен, честное слово. Но, кстати, в американском телевидении стрелялок очень мало. Смотря где. Можно я, вот Николай Анатольевич, хочу подключить к нашей дискуссии. Ведь если, когда мы говорим об общественном телевидении, чем дискуссия в России об общественном телевидении с присутствием государственных каналов отличается от американских, там вообще государство в этом бизнесе не участвует. Вы знаете, первое и самое главное. Вот мне кажется, что вот фундаментальная есть проблема в нашем понимании общественного телевидения. Вот мне кажется, как я это вот понимаю, мы противопоставляем общественное телевидение коммерческому телевидению с точки зрения того, что не рейтинги определяют. Да, это для интеллектуальной части. Да, это для тех 15-20% населения, которых это интересует. Которым может подтянуться и больше в отдельных программах. Это то, что PBS, о чем сейчас было сказано. Кстати говоря, у нас имеется канал культура. Это идеальный совершенно прообраз общественного канала. Туда только добавить общественно-политическую часть. Вот. Это первая проблема. И второе, то, о чем вы спрашиваете. У нас как-то так получается, что либо одна, либо другая политическая группа приватизирует, или хочет, вернее, приватизировать телевидение. Будь то государственное, вот то, что у нас есть сейчас, равно как и оппозиционное. На самом деле, я полагаю, что общественной телевидении ни то, ни другое не должно быть. Это вопрос журналистской работы. Сегодня на центральных каналах журналист делает материал, и у него в голове пройдет, не пройдет. И вот это самая главная проблема самоцензуры, а плюс еще реальная цензура руководства, который вообще головой отвечает. Но это же определяется политической линией. Но политическая линия не должна определять. Я вот предполагал бы, что если бы у нас появилось бы общественное телевидение, там просто работали бы профессионали, они исследовали бы проблему, они не пропагандировали бы точку зрения, какая бы она ни была. Вот смотрите, вы сейчас готовите журналистов, которые стратегически могут пополнить ряды. Они молодое поколение, выросшие в свободной России. Вот скажите, нас уже все, мы уже все, мы уже не подходим, мы отравлены. Не трогайся, не надо. Да, мы отстой, да. Мы еще на что не подходим. Молодые, молодые, они что там будут делать, что они будут нести? Или наоборот, нужно самых опытных. Вообще главная проблема общественного телевидения в России, это, конечно, насколько далеко отставят от реальной власти, одновременно от мощнейших бизнес-групп и от оппозиции, очень модной сейчас, те, кто там будет работать, они все сами сделают. Главное в проблеме общественного телевидения в России, это, конечно, кто его будет возглавлять и кто будет контролировать, модерировать в виде наблюдательного совета. Посмотрите, в Великобритании это утверждается королевой, парламентом, то же самое в Японии, НХК, это все решают властные структуры. Что в России, какой вариант вы предлагаете? И, кстати, кто войдет в общественный совет? Может ли директор завода из далекой какой-то глубинки войти в общественный совет? Или это будут группа интеллигентных людей, широко известных, чья репутация известна, и, так сказать, они кочуют из одного общественного совета в другую? Прежде чем ответить на ваш вопрос, я все-таки хочу сказать, что есть две проблемы разные. Первое. Это политизированная часть общества. Им не нравится, что на телевидении есть только белый список, так сказать. А есть черный список людей, которых никогда туда не пускают. Сейчас черный список запустили. Сейчас черный список запустили. Это проблема решена. Большая победа черного списка. Это политический аспект. Есть другой аспект. И людей он волнует на самом деле больше. Люди не хотят постоянно купаться просто в волнах насилия и жестокости. Вот для этого не просто общественный канал нужен, новый канал. Нужен механизм, который регулирует это телевидение. Для этого существуют при общественном телевидении везде практически общественные советы, которые ставят некий фильтр. Как формируется? Я думаю, что необходима часть от общественного телевидения. Где этот фильтр? Мы сейчас говорим об общественном телевидении. Телевидение так, как будто бы не существует интернета. Понимаете? Как будто не существует интернет-ТВ, телевизион. Да, конечно. Только 95% населения смотрят телевидение. И только где-то 40% интернетом занимаются. Процесс двигается. По цифрам я могу вам сейчас сказать, что только 10-12% вообще используют интернет как средство массовой информации. Не об этом речь. О том, что телевидение общественное может быть будет использоваться нашему общественному на 5%. А 10% по сравнению с интернетом. Мне кажется, что каждый канал и телевидение общественное... И сегодня молодые, 20-летние не телевизионную кнопку включат, а они заходят... Они вообще ее не включают и не приговорим, потому что они не хотят его смотреть. Все движется во времени. Это надо упорная, терпеливая работа, потому что бы менять тональность, создавать такое телевидение, за которое не стыдно, и постепенно оно будет завоевывать свою аудиторию. Мне не очень стыдно, да, современное телевидение, Виталий, коллега, подключайтесь к нашей дискуссии, и я бы хотела бы все-таки от посыла. Почему посыл? Вы общество, вам нужно общественное телевидение. Не выходят люди с плакатами и говорят, хотим общественное телевидение, хотим телевидение, за которое нам будет не стыдно. Я удивлен, что завершая первую панель, никто не произнес совершенно очевидную и публичную информацию, которая дана в президентском поручении рабочей группе по созданию общественного телевидения. Там есть три обременения. Мы говорим, 46 рублей, там, значит, что-то такое. Есть три обременения. Нельзя закладывать в концепцию общественного телевидения плату зрителей, то есть абонентскую плату. Нельзя закладывать. В общественное телевидение нельзя закладывать рекламу, и в общественное телевидение нельзя закладывать государственное финансирование. А германская модель? То есть нет ответа на экономическую платформу. А второй вопрос, простите, а кто для государства является тем самым обществом? То есть кто то общество, которое будет делать это общественное, для кого это телевидение, и кто им будет руководить? Если это Государственная Дума, которая представляет как бы партии, то, простите, я не живу в этом обществе. Я живу в каком-то другом обществе. Если общественная палата, то тогда она на сегодняшний день не наделена теми функциями. Наделена, наделена. Это надо просто закона палати. Ну как-то она ими не пользуется. Закон, а вот не пользуется, это другая история. У нас много социологических служб, к ним разная степень доверия, но в ЦИОМ в январе месяце определил как бы общественные тревоги, интересы, на второе место поставив вопрос о необходимости создания общественного телевидения. А на третье, пятое, десятое и двадцать пятое все остальные существующие в обществе проблемы. Значит, общественное телевидение, зритель, гражданин заинтересован в общественном телевидении. Вы знаете, я делаю фестиваль документального кино, мне достаточно объявить этот фестиваль нить антителевизионных фильмов, чтобы заполнять огромные залы и выстраивать очереди в кассу. Одно слово, антителевизионный фильм, и человек уже зимой в декабре готов выйти из дому, поехать на метро и стоять в очереди в кинотеатр. Значит, запрос есть сейчас? Я вообще понимаю, чего вы там-то делаете? Запрос есть, контент понятно, как делать. Нас дурят, поэтому я и... Не дурят. Когда государство говорит, пойди туда, не знаю куда, принеси туда, не знаю что, я становлюсь здесь, потому что государство с нами играет перед выборами. Оно нам, так сказать, вот так вот машет этим общественным телевидением, это моя точка зрения. А почему вообще проблема, она действительно обсуждна, деньги только из бюджета, а кто не говорит, мнение каких-то слоев общества будет отражать это телевидение. То есть вы считаете, что государственное телевидение вообще нужно? Иметь вообще место государственное телевидение. Вот я, честно говоря, не мог понять. Вот канал культуры существует. Почему государство должно решать? Каким ему будет, что ему будет. Это одна история, а решать это другая история. Это два разных вопроса. Которые, к сожалению, в наших реальностях сводятся в один. Господа, мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Продолжим дискуссию об общественном телевидении. После новостей к нам присоединятся уважаемые эксперты. Еще раз добрый вечер всем, кто только что присоединился к нашей аудитории. Это программа «Право голоса». И сегодня в этой студии мы обсуждаем идею создания в России общественного телевидения. Во второй части эфира к нам присоединяются наши уважаемые эксперты. Андрей Владимирович, я хочу начать с вас. Поскольку в первой части мы закончили трендом, собственно, общественным. Расскажи нам, пожалуйста, зачем и для кого мы создаем общественное телевидение. Я делюсь собственными впечатлениями, у меня ощущение по просто своему близкому родственнику, что он в 22 года в основном питается информацией из интернета, и телевидение для него исключительно это матчи футбольные. Этот человек, завтра ему будет 30 лет и так далее. И он вообще отойдет от экрана. Вы заставляете меня начинать с того, чем я хотел закончить. Пожалуйста. А я тогда оставлю это, чтобы вы меня не прервали. Такое ощущение, что у нас очень много иллюзий. Во мне, в первую очередь, то, что я здесь слышу. Поэтому первый пункт иллюзии. Ну, давайте говорить откровенно, что все, что мы смотрим, мы за это платим. Мы платим налоги, когда мы говорим, что государство – это наши деньги, которые государство тратит на какое-то телевидение. Ровно так же, если это наши госкорпорации, извините, они качают недры, они там занимаются финансовыми или там нефтяными операциями, и тратят опять наши деньги, опять на что-то, что нам показывают. За редчайшим исключением, все наше телевидение, примерно вот эти каналы финансирования имеет. И мне хочется понять, наше государство или наши нефтяники, они что, вот могут и этим управлять? Такое ощущение, что двигай, не двигай, называй это по-другому. А я напомню, ОРТ, кто забыл. Не забыл. Как расшифровывается. Общественная российская телевидение. Было уже. Да. Что-то поменялось. Все равно «Жигули» выходят. При прекрасных деятелях, при замечательных программах, а выходят «Жигули». Ну, не шигули, там совсем другой автомобиль. Рейтинги. Ну, основные владельцы каналов, они же контролируют медиаселлера, и они контролируют рейтинги. Вырезайте это, но в этой системе, естественно, все, что вы видите, это не есть отражение общественного мнения. Третье. Третье. Я не понимаю, зачем это государству. Если еще недавно контроль тремя кнопками мог позволить создавать иллюзию управления обществом, закончилось это. Уже функция переходит. Там, вон, возьмите Штаты. Там уже идеология в кино. Надо кино сейчас быстрее заниматься. Мы опаздываем все время. Сейчас надо говорить не о каналах. Причем тут каналы? Сейчас каналов 200. То, что они пока имеют значение от номера кнопки, это уже заканчивается. Мы когда в Штаты приехали первый раз на НИБИ, молодые наши деятели телевидения, там, измерения, еще чего-то. Они нас вообще не понимали? Мы говорили про свободу слова, они говорили, да вы что? Какая свободу слова? Содержание. Содержание. А сейчас уже даже не содержание. Сейчас уже от содержания конкуренция идет в смысл. Посмотрите на своих детей, посмотрите на своих соседей, посмотрите, куда они приходят, когда им надо взять информацию. Они идут в Ютуб, они идут в Твиттер, они идут... Там будет конкуренция. И там есть реальное общество. Потому что интернет, это по большому счету в чистом виде то, что производит общество без контроля. И вот это самая главная проблема. Пока мы здесь, а мы себя считающие элитой, в голове не разведем эти понятия, не отделим общество, власть и государство, у нас все время получается жигули. Я позволю себе вот маленькое замечание, но по мнению психиатров, мужчина, например, если мы говорим о гражданском обществе, о патриотизме, воспитывается с 18 до 23 лет. Вот эти ребята, они телек не смотрят. Смотрят, смотрят. Я только одна надежда на вузовских профессоров. Посмотрите на это на социологию. Они смотрят. Рядом, как бы по эту сторону, в стране оптимистов. В данном случае, я всегда боюсь, когда звучат приметы телевидения, слово воспитание. Я совершенно согласен с Виталием. Мы должны определить, для кого, если это будет, а есть поручение президента, если предположить, что оно будет, для кого это общественное телевидение? Вот кто его аудитория? Что в этом телевидении должно быть показано? Вообще, из чего оно будет состоять? Контент. Я абсолютно апеллирую к американскому опыту. Почему? Оно там. Вот канал PBS, Миша, значит, прекрасно. Государственный имеет совершенно конкретную аудиторию. Или надо делать некую кальку, уже имеющуюся мирового опыта. Или для себя самим решить, а что, для кого мы это делаем и кто его зрителей? Вот я, да, PBS, мне понятный канал, мне понятна его аудитория, мне понятны его задачи, мне понятны его участники, из года в год, из раза в раз. Нужен ли этот канал? Я думаю, что американские налогоплательщики не глупее нас, раз они его содержат, значит, не считают его нужным. Взять эту модель. Может быть, немецкую. Я не знаю. Я не говорю сейчас о финансировании, я говорю о содержании. О содержании это отдельно, это надо конструировать свое. Поскольку стало понятно, что, значит, этой платы от телезрителей никто не ждет, значит, реклама не будет, а старственных денег тоже нет, очевидно, что деньги все-таки будут бюджетные, каким-то, не знаю, там, загадочным способом переданные. Вот, Наташа, ты задала вопрос, который как-то проскочил, вот много программ появляется под титул ППМК. При содействии. В каждом городе это тоже есть, вот такое содействие каких-то фондов и каких-то губернаторских программ. Грантов, например. Так вот, эти гранты. Так вот, а в Петербурге, значит, собрали все журналистские организации и передали им на решение распределения этих грантов. Я считаю, это разумный, понятный шаг. Почему ужас? Без тем, потому что, извините меня, производитель не должен решать за потребителя, чего он делает. Понимаете, вот у нас уже так все устроено, что у нас все в производстве телевизионных программ решает производитель. А задача общественного телевидения состоит в том, чтобы выстроить конструкцию, представляющую значимые общественные интересы. Совсем другая история. И так они не выстраиваются. Сейчас и есть. Хорошо. Игорь Александрович, вы попытались, собственно, вот эту идею, но идею общественного телевидения воссоздать в интернете. Как у вас? Первый вопрос, который был задан, обозначен, нужно ли общественное телевидение. Вообще, на этот вопрос человечество уже давным-давно ответило. Потому что в тех странах, где общественное телевидение есть, это примерно 50 стран. Я сегодня принес энциклопедию общественного вещания, которую мы 7 лет назад издали. Здесь описано 37 моделей. Так вот, в 50 странах, где есть общественное телевидение, люди живут в среднем на 15 лет дольше, чем в тех странах, в которых телевидение общественное. Это прямая зависимость, безусловно. Это просто исторический факт. В странах, где государственное телевидение существует, люди живут намного меньше и существенно беднее. Государственное телевидение убивает. Потому что государственное телевидение это пропаганда прежде всего. Значит, теперь второй вопрос. Чем ты сейчас занимаешься в настоящем моменте? Какие модели? Во-первых, в России не может быть одного общественного канала. В нем, скорее всего, будет несколько. Как в той же самой Германии, по крайней мере, два общественных канала. АРД и ХДС. Значит, я думаю, что вот на сегодняшний момент, если государство попытается опять создать, на самом деле это восьмая попытка создать общественное вещание в России, и я думаю, что если государство попытается ее реализовать, это будет очень плохо. Если она будет успешной, это будет очень плохо, потому что будет создан муляж. Общественное телевидение уже есть. Это сетевое общественное телевидение. Создали мы. У нас механизм такой. Люди подписывают хартию общественного телевидения, жертвуют свои деньги. Это покрывает примерно 70... Сколько в месяц вы собираете вот так? Ну, на сегодняшний момент мы собираем в месяц порядка 2 миллионов рублей. Нужно 3. То есть, в принципе, опыт, пусть он небольшой, он локальный, но он есть. То есть, люди готовы 2 миллиона собрать, там, ну, надо 3 и так далее. Что смущает? Нет, нет, меня не смущает. Меня, как бы, немножко смутило переход на такой мелкотемии. Мы стали обсуждать один конкретный проект, хотя выступление началось более существенного заявления о том, что в странах, где существует общественное телевидение, совершенно другой уровень жизни. Но это ведь не потому, что там общественное телевидение, а потому, что там есть гражданское общество. Это другие страны по своей конструкции. И вопрос общественного телевидения в России, это тоже не вопрос телевизионный. Это вопрос нашего будущего устройства, нашего существования. И об этом мы должны говорить. Ну, хорошо, если кто-то, право голоса вам. Вот все-таки о тех людях, которые придут работать на канал мечты, как Елена Константиновна его называет, общественное телевидение. Кто эти люди и с каким посылом они туда придут? Ну, мне кажется, что это должны быть люди, совершенно новые. Это должны быть люди, которые должны соображать, что не надо готовиться к позавчерашней войне. Общественное телевидение, это вообще звучит довольно смешно. А вот те телевидения, которые у нас есть, они чьи? Антиобщественные. Они антиобщественные. Или у нас существуют такие интересные вещи. Существует телевидение для народа, для электората, для алчного, похотливого и агрессивного быдла и для общества. Значит, у нас 5, что ли, категорий? Это звучит, конечно, как-то довольно смешно, мне кажется, понимаете? Я думаю, что если бы руководство какого-то канала бы сменило свою, не побоюсь этих высоких слов, антропологическую концепцию, то есть перестало бы воспринимать телезрителей как алчных, агрессивных и похотливых тварей, то, может быть, телевидение стало бы как-то общественным, в общем-то, типа само по себе. И кроме того, если бы телевидение... Сейчас вот раз контент. Вы знаете, мне 61 год. Я уже много лет не смотрю телевизор. Телевидение по контенту, это не телевизионные программы. Вот вы думаете, что у нас снимают телевизионные сериалы? Вы ошибаетесь. У нас снимают липучки для рекламы. Конечно. Надо конкурсы проводить. Да, липучки для того, чтобы человек смотрел, покуда ему дадут эту самую рекламу. И я думаю, что вот если вот эти две, так сказать, вот антропологическую концепцию и концепцию, скажем, вот, ну, финансирования телевидения изменить, то телевидение уже как-то мало-мало станет общественным. Но это его не спасет. В том смысле, что народ все больше и больше переселяется в интернет. Именно народ, не общество какое-то там, не какие-нибудь там продвинутые либералы, а уже давно дети и люди, которые постарше, и даже уже старики вроде меня, уже давно залезают в Фейсбук, давно залезают в Ютуб и оттуда черпают свою информацию. Ну что, Зеря, закрыть телевидение совсем, что ли? Да не закрыть телевидение, дать ему спокойно умереть. Ну не надо его подсороанимировать. Я хотела добавить, вы знаете, я совершенно не согласна с тем, что телевидение умирает, организирует и так далее. Телевидение процветает, оно будет жить еще очень и очень долго, потому что оно нужно многим людям. Будут другие средства. Конечно, нет, конечно, интернет будет забирать людей и так далее. Так же, как театр не умер от телевидения, так телевидение не умрет от интернета. Но мне кажется, что очень важная вещь все-таки вот эти фильтры, которые общество, а не власть установит. И мы, вот моя организация, отличницы, мы написали сейчас такой проект, президенту послали по поводу создания Общественного комитета по нравственности в СМИ, который бы все-таки оградил от бесконечной череды интимных подробностей жизни звезд, бесконечного мордобоя в деталях и так далее. То есть, вот мир этого, оно должно все-таки хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть соответствовать тому, чтобы у нас дети с ума не сходили, не становились нервно больными. А звезды помет, ведь не журналисты пишут об этом, а звезды дают им это материал. Общественный совет по нравственности. Звезды, понимаете, звезды платят журналистам, чтобы писали о них. А люди это все едят. В регионах, я очень много ездила в регионах. Вы знаете, ни одна такая тема сейчас не возбуждает так людей, как телевидение. Они начинают просто кричать и говорить, ну слушайте, хватит уже. Им нечего больше смотреть. У них нет других развлечений. В их населенных пунктах, не в Москве, не в Питере. Вот сейчас вот лагуны-социологи нам скажут, что это все ерундары, но смотрят. Мне звонит тетушка и говорит, Наташа, а ты спроси там у них, у них там наверху скорости. Вот сейчас 1476 серия идет сериала такого-то, про кольцо. Оно когда закончится? Мы уже не можем смотреть. Я говорю, слушай, Венечка, сядь книжку, почитай. Это же монах. Я, как известный телеведущий вчера, не надо про лгунов-социологов, все выполняют свою функцию достойно. А во всех кашлях есть лгуны. Так вот про телевидение, вы спросили про аудиторию. Такое ощущение, что мы о разном говорим. Потому что есть аудитория, которая ждет развлечений, и телевидение в этом смысле пока самое эффективное средство развлекать. Есть те, кто ждут развития, и поэтому смотрят Animal Planet, смотрят Discovery. Но сейчас же, когда мы говорим о телевидении, большинство сбивается к той функции, которую телевидение на какой-то момент просто монополизировало. Это пропаганда. Так вот этой функции нам сейчас не нужно. Именно за этой функцией люди уходят спокойно в интернет, и там просто начинают получать информацию. Это зона свободная от пропаганды. Леонид Владимирович, зона свободная от пропаганды. Может быть, вот этого хочется? На телевидении она более-менее одна. Да, правый голос экспертам. У меня профессия политолог. И я предложу свой взгляд на эту проблему, потому что я задаю себе вопрос на основе этой очень интересной и, мне кажется, лучшей дискуссии, которую я слышал от общественной ТВ. Но я задаю такой вопрос. А чего нам не хватает? Вот уже сказано, что тысяча каналов, уже перечислены варианты информации, развлечения, образования. Уже приведен канал «Культура» как некий такой вот парадигмальный пример того, что могло бы быть. Но я как политолог полагаю следующее. Нам не хватает на общественном телевидении представителей общества, которые будут говорить о самом главном. И при этом самое главное – это политика. Вот канала «Политика» в принципе нет. Михаил Гусман говорил о PBS, Public Broadcasting System на американском примере. Что показывает PBS? Это программа, то есть это канал «24 часа», во-первых, так. И он показывает историю американской конституции, поездку Алексиса Детаквиля, который рассказал всему миру, что такое демократия в Америке. И еще, что самое важное, он транслирует в прямом эфире все голосования в Палате представителей и в Конгрессе. Ключевые, ключевые. Все. Государственные. Михаил, все. Я тоже смотрел, не отрываясь. Вспомните наше телевидение первых съездов народных депутатов. Все это было прямом эфире. Люди смотрели до 6 часов утра, хоть в записи. Почему? Потому что там решалась судьба страны. И с приемниками ходили. Судьба будущего. Ходили с приемниками. Абсолютно правильно. Поэтому, дай это сказать, да. Иосиф, дай это сказать. Абсолютно правильно. Поэтому, я считаю, что предложение президента, независимо от тех трех проблем, о которых говорил Виталий Манский, да, предложение президента, оно четко, подробно сейчас развится в статье Путина, вот по поводу демократии и, значит, этого самого нового качества государства. Дело в том, что если будет такой канал, и если можно будет в любом, там, самом дальнем уголке страны не лазить в интернет, который проблематичен и к которому привычки нет, а включить обычный канал, да, он, сейчас же вот мы переходим на цифру, где пакет должен быть, да. Да, конечно. Вот в этот пакет нужно обязательно уже сегодня с помощью общественной палаты начать пробивать канал политика, чтобы люди включали не через странный вот этот самый браузер, который не найдешь, и там специальный этот самый нужно еще дополнительно что-то загрузить, посмотреть трансляцию из Госдумы, а Совета Федерации вообще не увидеть. Чтобы люди могли в любом месте страны одновременно включить и понять, почему, например, 83 закон такой, закон об образовании такой, кто за него голосует, чтобы потом наши политики не ходили на 1, 2, 3 и 5, не попадали в шоу, которые стригутся и которые показывают в извращенном виде то, что должны мы видеть в подлиннике. Абсолютно правильно. Понимаете, общественное телевидение это зеркало общества, показанное через политику. Я хочу, чтобы ходили, скажем, не к Яковенко, пусть к нему тоже ходят, но чтобы ходили на общественное телевидение представители всех политических партий. Чтобы почувствовать пульс страны. И каждая партия должна иметь право без всякого списка черного, белого, серого, без всякого лимитра. Нет. Ну, в данном случае придется... Сделаем лучше, чем ПБС. Развитие. Сделаем лучше. Нет, это такой технический политический канал. Я считаю, что вот этот собрать опыт, опыт всего дня и сделать лучшее в мире общественное телевидение. Это абсолютно достижимо, абсолютно возможно и понятно зачем. Вспомните знаменитый афоризм. Если вы не занимаетесь политикой. Политика займется вами. Политика займется вами. Михаил Анатольевич, я хочу сказать, если в ПБС есть смысл что-то взять, это одно. Это поиск смыслов абсолютно во всех направлениях жизни. Это культура, это политика, это что угодно. Пусть ищут политики смысл. Они для того и существуют. Это само угодно. Коммунисты один смысл, либералы другой, консерваторы третий. Пусть они ищут смысл. Я хотел бы дважды с ним согласиться. Прежде всего почему. Мы наконец пришли к тому, что мы хотим видеть в общественном телевидении. Мы долго говорили о том, что мы там не хотим. Я со мной не согласен. Мы не хотим того, сего согласен. Вот мы должны, мне кажется, в третьей части нашего всего-чего разговора поговорить о том, что мы хотим там видеть. И здесь я хочу... Михаил Анатольевич, в третьей части нашего разговора к нам присоединятся зрители. И вот тогда уж мы точно узнаем, что они хотят видеть на общественном телевидении. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Мы вернемся после деклара. Смотрите завтра в программе «Треугольник». Какой кофе можно назвать эксклюзивным, почему его защищал Бах и как выбрать качественный чай? Об этом генеральный директор Российской ассоциации производителей чая и кофе Ромас Чентурия. В 15.40 на третьем канале. Это программа «Право голоса». Мы говорим о создании общественного телевидения в России. И в третьей части нашего эфира я хочу передать трибуну зрителям, возможно, будущим зрителям общественного российского телевидения. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Галина. Как уже здесь говорилось, что действительно многие умные, образованные, интеллигентные люди и молодые, и разных поколений ушли из телевидения. Куда? В интернет. Почему ушли? Да потому что на телевидении, вы знаете, сплошные сериалы. Насилие. Такие вещи показывают, что действительно бывает иногда неудобно смотреть с детьми. А дети-то у нас разные, и взрослые, и маленькие. У меня такой вопрос. Возможно ли вернуть эту аудиторию детей, людей разных поколений в телевидение, чтобы передачи были и познавательные, и образовательные, и воспитательные. Были такие передачи, которые формируют душу человеческую, доброту, и всё самое хорошее, что может быть. Канал «Культура», пожалуйста. У нас совершенно потеряна аудитория подростков. У нас ничего не делается, кроме американских мультиков. Но послушайте, нам нужно восстанавливать нашу анимацию и делать и мультфильмы, и фильмы для этой аудитории. Я совершенно с вами согласна. Тот, кто хочет насилие, должен платить деньги и идти на специальный канал. А на общественном телевидении, на государственном телевидении всё-таки должны быть какие-то нравственные устои, те, которые общество... Я бы хотела всё-таки вернуться к вашей идее о фильтрах, потому что у меня, например, в силу сложившихся обстоятельств я наблюдаю за современной мультипликацией. И, как правило, по вечерам, если есть возможность найти в интернете, да, так сказать, своровать какой-то старый мультфильм, я этим пользуюсь, извиняюсь, да. И я понимаю, что в каждом 20-минутном мультфильме, созданном в Советском Союзе, есть какая-то совершенно чёткая нравственная мысль и мораль, которую я человеку 3,5 лет объясняю, дублирую. И говорю, как её можно применить. А в мультфильме, я нынешний мультфильм... Нет, тоже есть мораль, всегда. Южный парк, Симпсоны, всегда есть мораль. Только она рассчитана уже на подростков и на американскую идеологию. А своих, ребят, мы ничем таким не грузим, как бы, ну, может, слово нехорошее. Вы знаете, мы придут не ругать Америку во многом, да, правильно. Но американское телевидение, это самое трепетное, самое моральное... Куританское. Абсолютно куританское. На американском телевидении присутствует обязательно перед каждым фильмом информация, с какого возраста. Или, например, обязательный просмотр в присутствии родителей. Далее. На американском телевидении специально цензурируются, вырезаются кадры из фильмов, которые идут в прокате, которые могут повредить нравственность и причинить психический ущерб. Понимаете? Посмотрите на наше телевидение. Как только вы начнёте это делать, поднимется крик, что это цензура. Нам нужна нравственная цензура. Не надо бояться, скажите, пожалуйста, а почему мы сейчас говорим, хотя несколько лет назад, Виталий, вы помните, наверное, этот период, говорили о создании нравственных советов по нравственности, при каждом канале... Да не советы нужны, не советы, а законы нужны, законы об этом. Именно законы, именно законы. Это не определять, никакие советы, никакие советы... Но опыт этот основан на законах. Как только мы говорим, без закона, любой совет – это вкусовщина. Какая аудитория должна быть у общественного телевидения? Определённые законы. А аудитория, да? Я сидел, слушал и думал. В самом деле не все имеют доступ в интернет, в самом деле он совершенно не идеален, и телевидение оказывает огромное влияние на всё. Дети формируют своё представление о мире, а вообще половина субсихического развития проходит до трёх лет. Дальше, да, формируются какие-то социальные ценности, правила. Если и нужно сейчас что-то от телевидения, от тех талантных телевизионщиков, это для родителей. Потому что только они могут решить вопросы нравственности, культуры и появление гражданина. Мы, к сожалению, внутри не граждане. Мы путаем всё равно власть и общество, и выдавливаем из себя это. То есть 20-40, ну, мужчин так, 60, 20-60, репродуктивная часть. Я как-то как-то для родителей и каналов. Нет, потому что телевидение формирует смыслы, прежде всего. И когда в Британии в детской передаче участвует ребёнок-инвалид, зритель, он ничего не говорит, он не акцентирует внимание на своей инвалидности. Но молодой зритель понимает, что это нормально, что он член общества и так далее. А когда в России, прошу прощения за конкретность примера, передачу «Спокойной ночи малыши» ведёт девушка, которая буквально через 5 минут в другой передаче в нижнем белье общается с певцом «Золотым голосом России», у ребёнка возникает аберрация восприятия, которая создаёт другие смыслы. И об этом нужно говорить, но не в режиме цензуры, а в режиме совести. Нет, просто в режиме «Перезобранный конкретный». Нет, случайно в Соединённых Штатах на телевидении примерно, я бы сказал, 30, наверное, процентов точно, либо это афроамериканцы, негры, либо это азиаты. И это также формирует сознание, терпимость, воспитание людей. Да у нас всё это есть давно, ну и Бог. Где у нас что? Подождите, Михаил, если мы возьмём... Подождите, у нас не в голову рекламщику... В голову рекламщику не придёт, например, создавать рекламу сока, который пропагандирует в общем семейные ценности, и чтобы один из детей подъехал на инвалидной коляске. Это в голову никому не придёт. Или ребёнок с синдромом Дауна, да? Это отдельные какие-то акции благодаря там добровольцам. Нет этого. А это сильнее в тысячу раз. И вы говорите, что люди не хотят воспитания. И ребёнок, никакой ребёнок не хочет, чтобы... Если вы зададите ребёнку вопрос, хочет ли он, чтобы его воспитывали, он, конечно, скажет нет. Но это не значит, что не надо воспитывать. Вот то, что вы говорите через рекламу, через контент, вот через перезагрузку этих сериалов, смыслов, которые там заложены, можно и нужно воспитывать наше общество, чтобы оно было нормальным, на нормальных человеческих ценностях. Что семья – это хорошо, что предавать – это плохо, что насилие и жестокость – это плохо и так далее. Объясните мне, что сегодня мешает четырём каналам, за которые я ещё раз повторюсь, как на благоплательщик я плачу. Что мешает сегодня создавать сериалы, где не стреляют, не совокупляются, не предают. Я небольшой покойник сериалов, но они создаются и такие тоже. Вы пропагандируют нравственность и патриотизм. Есть, значит, полно очень таких популярных сериалов, и на разных каналах они пишут. Это же всё есть, Михаил Александрович. Тогда зачем всё уничтожить? Нет, это возможно. И суть свой, и другое. И другое. А вот другое. Было быть не надо. Да, да, да. Диктатура гламура. Вы говорите, почему нет инвалидов, почему нет бедных и прочих обездольных? Да потому что общество долго жило в нищете, в патологии, и сегодня хочет наслаждаться красивыми лицами, красивыми нарядами. Потому что это мечта. И вот эта диктатура гламура, которая господствует на всех каналах, она навязывает вот эту блестящую Санта-Бабу. И это, Наташа, Наташа. Мы ещё не наелись Санта-Баба. Это совершенно правильно. И это, в общем-то, процесс. Надо относиться спокойно. Мы сейчас как-то плавно переросли в дискуссию. Мы переросли в дискуссию не о том, как это будет общественное телевидение, а в дискуссию, каким мы не хотим видеть наше телевидение. Это интересная дискуссия. О предыдущих общества по отношению к телевидению. Мы просто не уложимся в рамках этой программы. Наташа, мы ещё раз можем специально подругать. Господа, давайте право голоса зрителя. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Скажите такой вопрос. А кто на сегодняшний день может возглавить общественное телевидение? Вот хорошего вопроса. Вот можете назвать имена кандидатов и кто их будет выбирать? Хорошего вопроса. А вы здесь присутствующих назовите. Вы сами. Вот здесь, это вопрос. Это вопрос. Это вопрос. Мне кажется, вопрос. Кто ещё закричит? Профессор, здесь мы уже наполизировали. Я оттянула себя право выбора. Я ещё раз говорю, сегодня уже вставались на кандидатов президента, который прямо сказал, как это будет делаться. Общественная палата, общественных палат регионов, потому что общественное телевидение – это только кусочек огромной программы разгосударственной палаты. Кусочек общественной палаты. И очень правильно говорим. С вашими на общественной палаты понятно. Фигура, имя, сестра. Отвечаю, отвечаю. Готов. Милышко, Милышко, стоп, стоп, стоп. Спокойно. Рука, конечно. Спокойно. Выпивали. Микрад Саввуд снижается в ул. У нас в отечестве есть имена профессионалов, создававших телевизионные каналы с нуля. Да. Я могу их назвать. И они пользуются, на мой взгляд, в телевизионном мире, в журналистском мире. Репутации. Да. Анатолий Гриевич Лысенко. Конечно. Эдуард Михайлович Сагалаев. Вот недавно создал с нуля канал Наташа Сындеева, канал Дождь. Может, кто нравится или не нравится. Вот люди, создававшие, создававшие, я говорю, о каналах, нет, я говорю, о людях, которые создали канал с нулевой отметки. Вот пользующиеся абсолютным авторитетом, вот я не знаю, я говорю о людях, которые это дело знают, имеют нравственное право в обществе этим делом заниматься. Они не так молоды. А мы сейчас говорим о детском канале? Нет, мы говорим о детском. Я сейчас, милучку. А вы их спрашивали? Должен быть, должен быть, я говорю о том, что должны быть люди, которые изначально, по определению, пользуются авторитетом и в сообществе, и в обществе. Виталий. Меня очень порадовало, когда был митинг на Сахарова, в интернете было предложено голосование, кто и в каком порядке будет выступать. Это голосование определило общественное, общественный, как бы, рейтинг и общественный авторитет. На втором месте там был телевизионный человек, кстати сказать, Леонид Парфенов. Если мы говорим о общественном телевидении, если существует такой инструмент, как интернет, где можно каким-то образом выстроить вот те самые общественные, как бы, голосования, этот вопрос должен быть делегирован обществу, а не решаться в администрации президента. Я боюсь, что если действительно, как я уже говорила, найдутся деньги в бюджете, если такое желание возникнет, и создадут еще один канал, то он будет создан ровно по образцу ВГТРК. И точно так же будет назначаться руководитель. И наши с вами мнения, они могут влиять на это решение, без сомнения. Они и сейчас влияют. Вот мне кажется, что сегодня намного важнее, вот я поддержу сейчас, Михаил Солонович, вот эта сама дискуссия о том, что нам нужно от телевидения, что мы от него ждем, что нужно изменить на уже существующих каналов, которых полно. Как нам сделать так, чтобы в каждом произведении, любом... Вот, наверное, все знают фильм замечательный, такой, мышонок Стюарт. Помните? Ведь этот мышонок Стюарт, который усыновляет семья, это вьетнамец, который усыновили в семью. Вот чтобы вот такие смыслы присутствовали на уже существующих каналах. Понимаете? Нет нужды создавать еще одну дорогостоящую игрушку. Надо поработать с тем, что у нас уже есть, и улучшить именно это. Если для этого нужно поменять начальников и произвести всенародное обсуждение, а вот достойны эти замечательные люди, которые сейчас работают десятилетиями на одном и том же месте, управляя основными каналами, достойны они этого? Или, может, уже пора уступить место просто тем, кто более современными глазами на это смотрит? Не потому что эти плохие. Просто потому что время меняется, меняется аудитория, меняется подход к ней, меняется технология. И, конечно, нужно сменять. Наша главная проблема, вот Павел Николаевич правильно сказал, это какая-то тотальная несменяемость всего. Вот если кто-то попал на какое-то кресло, он в него вцепливается намертво и сидит на этом кормлении десятилетиями. И при этом его главная задача удержать себя и свою клиентелу вокруг. А вовсе не думать о том, какая аудитория, как считаются рейтинги. Вот эту историю с рейтингом все обсуждают тоже десятилетиями. Все говорят, что это не тот метод, который... И она не меняется, потому что те, кто сидят в креслах и имеют право менять, решать, они озабочены только одним, не оторвать задницу от кресла. Господа, к сожалению, время нашей дискуссии подошло к концу. Я благодарю всех, кто сегодня принял участие в этой программе, потому что лично для меня, человека, посвятившего свою не очень долгую жизнь, вот 20 лет я почти на телевидении, для меня это крайне важно, потому что на самом деле посыл от общества, не от президента, а от общества, люди устали от вранья. Вот я надеюсь, что сегодня не было ни одного человека, который в этой дискуссии произнес хотя бы одно лживое слово. Я надеюсь, что все шло от сердца. И если в дальнейшем и будет создан такой канал, наверное, он будет исходить из тех интересов и тех проблем, которые волнуют людей. Но пока его нет, я хотела бы, чтобы тот тренд, который был в общем, пусть обозначен президентом, но он в общем отражает те чаяния, которые сейчас существуют в обществе, он перенесся на все телевидение сегодняшнее. И то, что процесс уже пошел, процесс, я надеюсь, улучшения. Это уже хорошо, и я надеюсь, что телевидение будет и в дальнейшем сидеть доброе, хорошее, вечное. Спасибо огромное. Это была программа «Право голоса». Мы выходим каждый день по будням в 18.30 на третьем канале. Право голоса есть. Ну, как здорово.